Пчелы, рыбы и коровы – это лишь немногое, что есть у предпринимателей из Тукаевского района. За несколько лет он создал прибыльное хозяйство и сделал невозможное – восстановил бывший колхоз. А теперь намерен развивать деревню, в которой вырос. Репортаж Екатерины Беловой. Вот это сутанская трава. Нынче синоптики и наш министр предсказывал, будет засушливое лето. Я специально в этом году первый раз посеял 30 гектаров и не разочаровался. Эти кормовые к засухе устойчивы, потому фермер, не раздумывая, сделал на них основную ставку. За лето суданскую траву косят уже третий раз. В хозяйстве Анатолия Косакина 250 голов крупнорогатого скота, из них 150 дойных коров. Чтобы животные давали больше молока, бочки были здоровее, нужна сочная и питательная подкормка. Вот видите, у него вот какие початки. Она из семейства кукурузов. И вот здесь у него весь витаминов. У него суданка, она больше богата сахарами. То есть, если брать его даже в рот, она при вкусе есть. То есть, вот это телятам самые полезные вещества. Кормят животных как суданской травой, так и кукурузой. Она традиционно дает хороший урожай, так что фермер увеличил площади с 30 до 50 гектаров. Высоту эта сельскохозяйственная культура выше роста человека. Да и початки немаленькие. Дожди подкорректировали уборку урожая. Каждый сухой час на поле кипит работа. В хозяйстве трудится около 10 человек. Во время жатвы предприниматель набирает еще несколько рабочих дополнительно. Все рабочие – жители этой деревни. Чтобы село развивалось и людям было где работать, Анатолий Косакин завел собственное хозяйство. Тогда, в 2000 году, начиналось пчеловодство. Это занятие до сих пор дает предпринимателю хорошую прибыль. С одного улья мужчина получает до 30 килограммов хорошего меда. Екатерина Белалова, Александр Решеткин, Вести, Татарстан, Тукаевский район.